Арсен Айдемиров, тренер Академии Махачкалы. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний матч, что получилось, что не получилось? Так, по сегодняшней игре, ну, знаете, такое двойкое впечатление оставил матч. Моменты вроде бы создавались, но они так хаотично создавались, что у нас, что у них, не знаю, видать, или ребята не проснулись, или как бы я их ни пытался встряхнуть, что-то не получилось. Когда вялая игра прошла, честно, мне не понравилось. Разберем игру, посмотрим, что, почему не получалось, почему так тяжело выливались в игру. Делаем работу над ошибками. Постараемся уже выходить более настроенным на игру. Насколько сегодня тяжело было из-за погоды? Ну, я бы не сказал, что сейчас так жарко. Да, тепло, будет жарче, будет жарче, тогда там, как они будут играть. Поэтому нужно терпеть, всем жарко, и нам жарко, и ребятам с Аланей тоже жарко. Поэтому нужно терпеть, играть себя изнутри, надо настраивать на игру. Не думать, что жарко выходить и просто выкладываться на сто процентов. Вы провели уже два матча на этом турнире. Довольны ли вы тем, как играет команда? Знаете, ошибок все равно очень много. Еще до идеального далеко. Мы их развиваем, детей. Поэтому нам нужно работать, работать и еще раз работать. Только сезон начался, у нас еще много игр впереди. Я думаю, за счет игр, за счет тренировочного процесса, я думаю, мы будем улучшать свою игру и показывать более зрелищный футбол. Понятно, что вы еще видели не всех соперников, но, тем не менее, можете ли вы прикинуть, на какое место может рассчитывать ваша команда? Насколько вообще место важно в детском футболе? Нет. Если именно для меня, мне вообще место не важно. Мы будем выходить, конечно, играть каждую игру на победу. А как получится, там Всевышний уже как даст. Будем играть, конечно, на победу. По поводу, какое место можно занять, даже не знаю. Мы с Алани часто играем. Команда очень хорошая, игровая. Мы с ними очень часто играем. Я же говорю, мы и в Пермисе Юфо играли, в том году и в Тавальске игры часто играем. До этого игра была со Ставропольм. Команда такая крепкая, конечно, но они не забили свои моменты, мы забили. И я думаю, такие команды плюс-минус одинаково будут весь сезон. Поэтому легких игр не будет. Сегодня было несколько эпизодов спорных по поводу судейства. Как вам судейство? Все ошибаются. Все ошибаются. Мы это тоже понимаем. Хорошо, хоть резервный вмешался, что когда голом зачитал, там фолл был. Поэтому в целом так действие, в принципе, нормально. Он осудил. Претензий нет. Спасибо вам. Всего хорошего. Удачи. Абакаров Муслим, капитан команды Академии Хачкалы. Подведи итог матча сегодняшнего. Ну, обе команды смотрелись красиво. Играли в каждую свою игру. Перетягивали одеяло на друг друга. Но, к сожалению, никто забить не смог. Игра закончилась по нулям. Что не получилось сегодня? В завершении впереди хромало. И побольше разворотов надо было делать. В первом тайме у тебя сегодня было неприятное столкновение. Как себя чувствуешь? Чуть голова окружится. Именно головой ударился? Прям затылком упал неприятно. Ваша команда провела уже два матча на этом турнире. Как тебе уровень? Уровень, в принципе, неплохо. Надо еще на другие команды посмотреть. Еще не все известны. Понятно, что ты видел не все команды. Но какой результат может показать ваша Академия? Конечно, планку берем высокую. Хотим попасть на призовые места. И будем стараться это делать. Что ж, удачи вам. Всего хорошего. Всего удачи. Руслан Алгоров, тренер Академии Алании. Руслан, что сегодня не получилось? И довольны ли вы игрой? Ну, по сравнению с первой игрой, сегодня уже команда намного организованнее было. Я так посмотрел, что все равно к утреннюю времени все равно футболисты еще не адаптированы. Таких свежестей не было. Хотя второй там были хорошие моменты. Но я думаю, все равно тот потенциал, который есть у команды, она даже на 50% пока не показывает. Второй матч у вас 0-0, как я понимаю. Скажите, почему не удается забить? Все, я думаю, связано с тем, что первая игра там волнение было. Футболисты волновались, тоже не показали свой потенциал. Сегодня моменты были. Реализация такая хромает. Но ничего, будем на это не доработать. Для ребят это новый уровень UFL. Как вообще вы ощущаете, насколько сильно они нервничают? По первой игре очень сильно видно было, что в простых ситуациях было много ошибок. Сегодня уже по организации, по содержанию, по качеству уже намного лучше. Но мы знаем этих ребят, они могут намного лучше. Я думаю, в дальнейшем все только будет улучшаться. Понятно, что вы еще видели. Не все команды, но все же на какой результат может рассчитывать эта возрастная группа? Результат. Для нас, конечно, результат это важно. Но не на первом месте. На первом месте все равно у нас это развитие футболистов. А так мы на поле всегда выходим побеждать на каждой игре. Было сегодня недовольство решениями арбитров, в частности отмененным голом. Что скажете по этому моменту? Мы футболистов выпускаем на поле всех, которые перспективны, которые в дальнейшем могут развиваться. Хотелось бы и судьи такие видеть, которые хотя бы могут развиваться в дальнейшем. Ну, судьи, я так понимаю, те же самые, что и были в прошлом году. То есть не новый возраст, да. Надеюсь, они тоже будут развиваться и уже таких грубых ошибок не буду допускать. А так-так, тоже люди, тоже им свойственно ошибаться. Ничего страшного. Удачи вам, всего хорошего. Шеломков Георги, нападающая Академия Алании. Вы сегодня провели матч с счетом 0-0. Что не получилось? Почему не удалось забить? Ну, не знаю. У нас нападающие не забивают свои моменты. Вроде мы доходим до их ворот, но у нас не получается никак забить. Так, матч в целом напряженный. Просто не забили свои моменты. Ваша команда провела второй матч с счетом 0-0. В чем причина такой голевой засухи? Ну, возможно, чего-то не хватает впереди. Надо дорабатывать на тренировках. Забивать свои моменты, опять же таки. Вы провели два матча. Насколько лучше сегодня команда выглядела, чем в прошлом туре? Ну, выглядела она однозначно лучше, но я думаю, процентов на 40 мы сегодня сыграли лучше. Просто не получилось забить свои моменты. А так, в целом, мы неплохо сыграли. Насколько команда сейчас показывает свой потенциал? Ну, не на все 100%. Я надеюсь, мы в будущем будем только набирать. И, надеюсь, по ходу турнира мы наберем свою форму. Ваш тренер давал интервью. Как думаешь, на сколько процентов он оценил реализацию потенциала в данную секунду? Мне кажется, невысоко. На 50? Ну, понятно. Понятно, что ты еще видел не всех соперников, но какой результат может показать Академия Алани в этом турнире? Я надеюсь, высочайший. Что ж, удачи, пусть все получится. Продолжение следует. Увидимое. Упаление фонт. Упаление фонт. Упаление фонт. Кровопа фонт. Кровопа фонт. Упаление фонт. Продолжение следует...